14 летательных аппаратов, 34 единицы боевой и специальной техники, Уралы, квадроциклы, снегоболотоходы, тягачи и беспилотники. И, внимание, два больших десантных корабля Северного флота. Всё это можно было увидеть в Дудинке. Так начались масштабные учения моряков, бойцов воздушно-десантных войск, спасателей и сотрудников МВД. Как это было, расскажет Олей Сирожкова. В Пор Дудинки по курсу два десантных корабля. Жители Таймыра видели всякие суда, но боевые впервые. На корме можно рассмотреть названия. Георгий Победоносец и Кондопога. Позже они причаливают к берегу. Такого развития событий не ожидал никто. Такая выгрузка называется «Наупор». Десантный корабль вплотную подходит к береговой линии и опускает платформу. Так техника съезжает сразу на берег. Замечу, перед тем, как зайти в Устье Енисея, экипаж Георгия Победоносца и Кондопоги основательно подготовился. Специалисты заранее измерили глубину и течение. Хотя десантные корабли и имеют небольшую осадку, которая позволяет действовать на малой воде. Посмотреть на это зрелище пришли сотни горожан. Вот такие учения показательные, они вселяют уверенность, что наша армия на страже стоит и в любую минуту может нас защитить. Всего за одну ночь рядом с 8-м Дудинским причалом вырос настоящий командный пункт. Небывало количество техники, 14 летательных аппаратов, 34 боевой и специальной техники. В том числе Уралы, снеговолотоходы, многоцелевые тягачи, боевые машины десанта, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты доставили в Дудинку с Северным морем. Все в рамках масштабных учений. С подобным размахом они проводятся впервые еще и на севере Красноярского края. Таймыр для арктических подразделений российской армии – конечная точка недельных тактических учений. Товарищ командующий, я сейчас запрашиваю замкомандующего, он находится на Победоносце. Потому что сразу же идет, Победоносец идет на седьмой причал. В режиме реального времени за происходящим через скайп следит и командование в столице. В учениях на Таймыре принимает участие более тысячи военнослужащих. Это и подразделения Северного флота, воздушно-десантных войск, а также части специального назначения – МВД и МЧС. Перевезти такое количество людей техника позволяет. Так, например, Георгий Победоносец вмещает до 225 человек. Десантная группа укомплектована таким образом, чтобы отряд мог в течение нескольких недель автономно существовать в арктических условиях. Среди техники не только боевые машины, но и полевая кухня. И передвижной тактический штаб – полевой медпункт на колесах, в котором есть даже операционная. После Победоносца к выгрузке приступает Кондопога. Внутри него легкобронированные гусеничные машины, которые способны перевозить небольшой отряд пехотинцев. Идеальная техника для боевых действий за полярным кругом. К учениям приступают сразу же. Замечу, стрельба ведется боевая. Это особенность учений. Всю выгруженную технику разделят на две колонны. Одна пойдет до Норильска самостоятельно, а вторую, тяжелую гусеничную, отправят по железной дороге на специальных платформах до места учений, что недалеко от Норильска. Главная особенность, подчеркивают в Минобороне, что всем подразделениям придется действовать в Арктике на незнакомой местности под одним командованием. Особым этапом станет высадка десантно-штурмовым способом в назначенные районы для блокирования и уничтожения условного противника с выполнением этапа боевой стрельбы. На время учений основной точкой станет заброшенный поселок Алыкель. Он превратится в настоящий полигон. Моряки останутся в порту. Учения продлятся неделю. Олеся Рожкова при содействии телекомпании «Северный город» Дудин.